МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Губернатор округа Игорь Кошин встретился с избранным мэром Наринмара Олегом Белаком. Стороны обсудили приоритетные направления работы и взаимодействия администрации Ненецкого округа и администрации Наринмара. Основной из них – повышение качества жизни жителей. На Наринмаре мы разбираемся депутатским корпусом, поэтому глава региона попросил Олега Белака особое внимание уделять работе с депутатами. Игорь Кошин отметил, что на сегодняшний день все капиталоемкие полномочия взял на себя округ. При этом у города есть своя финансовая база. Но есть понимание, что по многим параметрам и для исправления годами накопившихся проблем, связанных с водоотведением, с очистными сооружениями, благоустройством, собственной ресурсной базы городу недостаточно. Поэтому в меру возможностей округ будет помогать Наринмару. При этом все вопросы должны решаться за столом переговоров. Также глава округа и новый мэр обсудили работу по созданию комфортной городской среды. В частности, благоустройство мест массового посещения, дворовых территорий и обустройство парков в рамках проекта «ЖКХ и городская среда», реализуемой политической партией «Единая Россия» на территории всей страны. И сегодня же глава региона Игорь Кошин представил коллективу департамента природных ресурсов и экологии АПК округа нового руководителя. Ранее его возглавлял Олег Белак. С сегодняшнего дня в эту должность вступил Сергей Андрианов. Ранее Сергей Анатольевич занимал должность начальника управления по государственному регулированию цен и тарифов округа. Сергей Андрианов приоритетом в своей работе определил налаживание взаимодействия с коллективом. Также ему необходимо вникнуть в круг задач, стоящих перед департаментом. А они сложны и интересны. Сергей Андрианов родился в Наринмаре и имеет два высших образования. Три года, начиная с 1997-го, работал в администрации Наринмара. Затем почти 16 лет трудился в различных нефтяных и сервисных компаниях. С февраля 2016 года являлся начальником управления по государственному регулированию цен и тарифов Ненецкого автономного округа. В апреле пенсии вновь будут проиндексированы. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Однако прибавка будет незначительной. С 1 апреля страховые пенсии увеличатся всего на 0,4%. В абсолютном выражении это составит примерно 54 рубля. По данным Пенсионного фонда, на эту индексацию потребуется 14 миллиардов рублей. Социальные пенсии будут проиндексированы на 1,5% в соответствии с ростом прожиточного минимума. Напомню, в феврале страховые пенсии были повышены на 5,4%. В среднем это около 700 рублей. В общей сложности на эти цели планировалось потратить порядка 230 миллиардов рублей. Леня, я тебя ругаю. В 2017 году на санаторно-курортное лечение по путевке мать и дитя отправится более 350 жителей Ненецкого округа. В очереди на получение бесплатной путевки в южные регионы России, которая предоставляется за счет бюджета Ненецкого округа, состоят 186 детей и 166 их родителей. Формированием очереди и распределением путевок занимается отделение социальной защиты населения. В настоящее время учреждение готовится к проведению открытых конкурсов по закупке путевок. В планах, как и в прошлом году, приобрести путевки в Санатории Черноморского побережья, Кавказских минеральных вод и Средней полосы России. Путевки предоставляются для детей в возрасте от 4 до 10 лет, имеющих группу здоровья не выше третьей. Это могут быть как дети-инвалиды, так и ребята, стоящие на диспансерном учете. Дети, страдающие хроническими заболеваниями и имеющие определение, как часто и длительно болеющий ребенок, смогут получить направление на выдачу путевки от педиатра или узкого специалиста. Дорогу к месту отдыха семья оплачивает самостоятельно, однако если доход семьи ниже одного прожиточного минимума, она имеет право на компенсацию затрат, связанных с транспортными расходами к месту отдыха за счет окружной казны. Помимо проживания и питания, в путевку мать и дитя входит лечение для матери и ребенка по многим профилям. В Ненецком округе утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капремонта на 2017-2019 годы. Соответствующее решение принято на заседании администрации округа. Согласно одобренному документу, в ближайшие три года в регионе планируется отремонтировать 45 многоквартирных домов. Данным планом конкретизируются сроки проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Уточняются планируемые виды услуг и работ, а также определяются объемы финансирования расходов на проведение такого ремонта. В 2017-2019 году будет планироваться отремонтировать 45 многоквартирных домов, в том числе 7 домов в 2017 году. 6 домов это будет муниципальное образование городского округа, город Наринма, 1 дом телесочный сельсовет. Еще 4 дома отремонтируют в 2018 и 34 в 2019 году. На сегодняшний день стоимость проведения капитального ремонта домов, включенных в краткосрочный план 2017-2019 годов, составляет около 547 миллионов рублей. На эти цели из бюджета округа планируется направить более 370 миллионов рублей. Еще 174 миллиона рублей составят средства собственников помещений многоквартирных домов. В 2016 году в Ненецком округе провели капитальный ремонт 8 многоквартирных домов. В Ненецком округе появится Центр детского технического творчества. Он откроется на базе действующего лидера и станет основой для создания в регионе технопарка Кванториум. Сегодня подобные детские технические площадки действуют в 20 российских регионах. К 2020 году Кванториумы должны быть созданы во всех субъектах страны. Это новая модель дополнительного образования школьников. По словам помощника президента России Андрея Белоусова, Кванториум – это форма будущего, которой пока нет у других стран. Что такое Кванториум, как регион будет идти к достижению этой цели и чем будут заниматься школьники в ближайшем будущем, расскажет Ирина Сепетова. Созданы для детей 21 века. Работают в стиле техно – Кванториумы. Абсолютно новая уникальная модель дополнительного образования призвана выявлять и развивать таланты школьников в научных и технических областях, а в перспективе – обеспечить страну высококлассными специалистами. Идея появления в нашей стране новой модели дополнительного образования возникла в мае 2015 года. И сегодня в России уже открыто 24 детских технопарка Кванториум. Обучение в этих центрах проходит более 12 тысяч детей. Инициатива направлена на создание среды для ускоренного развития детей от 5 до 18 лет в научно-технической сфере и формирование у подрастающего поколения изобретательского мышления. Пионером создания площадок для детского развития стала Югра. При поддержке нефтяников в регионе открылись сразу два Кванториума. Направление технопарков и вовсе из будущего – нано- и IT-технологии, робототехника, аэротехника, космос. Ребята сами выбирают конкретное направление. Технопарки Кванториум – это полигоны, оснащенные самым современным оборудованием, призванные формировать личность инженера с начальных классов школы. Это отправная точка развития любого региона и страны в целом. Не случайно создание сети детских технопарков отмечено на прошедшем инвестиционном форуме в Сочи как лучший проект комплексного развития территории. Первый шаг в техническом направлении был сделан нашим регионом еще в прошлом году. С начала 2016-го на базе Центра детского творчества работает необычный для нашего региона кружок робототехника. Здесь воспитанники создают роботов, способных самостоятельно ориентироваться в пространстве, распознавать окружающие предметы и делать многое другое. С виду простая машинка, собранная из конструктора, с легкостью объезжает препятствия, сама себе дает команды, распознает предметы и даже может их двигать. Но на самом деле все не так просто. Для того, чтобы робот смог справиться со всеми поставленными задачами, создателям сначала необходимо написать специальную программу. Конструкция хоть и проста на вид, но вот стоимость такой игрушки кусается. К слову, на создание одного кванториума требуется от 50 до 100 миллионов рублей, в зависимости от количества выбранных направлений. В бюджете Ненецкого округа на эти цели до 2020 года заложено 60 миллионов. Эта сумма предусмотрена для закупки обучающего современного оборудования по направлениям роботоквантум, IT-квантум, а также гео, аэробио и автоквантумы. Сегодня проект находится в стадии согласования. К 1 апреля паспорт проекта должен быть готов. Но уже сегодня известно, что основой для полноценного технопарка станет создание Центра детского технического творчества на базе лидера. Такие модельные центры многофункциональные, они созданы уже в большинстве субъектов. Вот возьмем по аналогии, допустим, Архангельскую область. Там есть областной дворец детско-юношеского творчества, который включает в себя все направления, и спорт, и техническое, и естественно научное. И он выступает в роли методического центра, который тянет за собой развитие дополнительного образования всего субъекта. Наша задача – то же самое, реализовать в Министском области. Таким образом, в лидере дети будут продолжать заниматься спортом, останется художественно-эстетическое направление, а бонусом прибавится научно-техническое. Еще одним новшеством станет присоединение к лидеру ряда учреждений доп. образования. С 1 января уже 2018 года Дом детского творчества и Центр детского творчества, на базе которых занимаются ребята, безусловно, перевести их под один центр, в центр-лидер, для того, чтобы это все функционировало в одном учреждении, и курировал один руководитель для того, чтобы это все развивалось. Реализовываться новая концепция развития дополнительного образования детей будет постепенным. Согласно деталям проекта, в 2017 году регион должен закупить оборудование для робота и IT-квантумов. Параллельно начнется подготовка кадрового состава для преподавания в квантумах. Кураторы проекта в Министском округе ожидают большого интереса к научно-техническим кружкам со стороны школьников. Заработная плата руководителей бюджетных организаций должна быть рассчитана по одному принципу. Для этих целей Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения готовит поправки в постановление администрации региона, регламентирующее оплату труда руководителей окруженных учреждений. Инициатором поправок выступил Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого округа. Суть изменений – не привязать время работы учреждений к заработной плате руководителей. Так, согласно ныне действующему положению, если детский сад переходит на схему работы 10,5 часов, руководитель теряет в заработной плате. Хотя объем работы у всех руководителей всех дошкольных учреждений одинаковый. рабочий день длится 8 часов. Здесь есть понятие социальной справедливости. Я еще раз повторяю, что объем работы директора не зависит от того, по 12-часовой схеме или по схеме 10,5 часов работает садик. Мы в данном случае действуем упреждающе. То есть у нас пока все по 12-часовой схеме работают. Если кто-то желает перейти на 10,5-часовую схему, мы хотим, чтобы человек остался при своих деньгах. Илья Иванкин уточнил, поправки в постановлении администрации региона касаются руководителей всех бюджетных организаций. После расчета финансово-экономического обоснования документ будет вынесен на заседание администрации. В полной готовности. Взаимодействие администрации округа и города. Глава региона Игорь Кошин встретился с новоизбранным мэром Наринмара. Стороны обсудили приоритеты в работе. В Департаменте природных ресурсов, экология ПК округа новый руководитель его коллективу профильного ведомства сегодня представил губернатор региона. В Ненинском округе появится Центр детского технического творчества. Он откроется на базе действующего лидера и станет основой для создания в регионе технопарка «Кванториум». О состоянии готовности оперативных служб и органов власти Ненинского округа на время проведения традиционных гонок на снегоходах на приз Героя СССР, Героя России Артура Челенгарова шла речь на заседании Окружной антитеррористической комиссии. Сами состязания пройдут на Качгартинской курье Наринмара 18 марта. Как было отмечено, на заседании для обеспечения правопорядка и безопасности на гонках будут задействованы все компетентные органы. Более сотни сотрудников полиции и Росгвардии, а также народные дружинники и сотрудники частных окранных организаций. В целях ограничения допуска непосредственно к трассе планируется выставление групп патрулирования на снегоходной технике. Кроме того, предусмотрено перекрытие основных путей подъезда автотранспорта к месту проведения соревнований, а также на прилегающих дорогах. Силами поисково-спасательной станции и МЧС будет обследована гоночная трасса для выявления наиболее опасных участков, где расположатся посты спасателей, оснащенные мобильной техникой, треколами и снегоходами. Для обеспечения пожарной безопасности и транспортных средств, участвующих в состязании, объектов инфраструктуры мероприятий, а также прилегающей территории привлекут специалистов первой пожарно-спасательной части округа с мобильной установкой пожаротушения. На особом контроле будут находиться мероприятия по оказанию медицинской помощи. Отделения скорой медицинской помощи Ненинской окружной больницы на этот день приведут в состояние повышенной готовности. При этом на самой трассе будет организовано дежурство специалистов отделения спортивной медицины. Проникнуть в автомобиль, попавший в ДТП, оказать первую помощь пострадавшим и извлечь их из транспортного средства. При этом все нужно сделать максимально быстро и не допустить ошибок. Пожарно-спасательные подразделения, расположенные на территории Ненинского округа, сегодня соревновались между собой в ликвидации последствий ДТП. В проведении аварийно-спасательных работ были задействованы 7 команд. Три из них от окружной поисково-спасательной службы и по две от пожарной части Ненинского арктического комплексного аварийно-спасательного центра. За проведением операции наблюдала моя коллега Ирина Нежалова. Перед началом соревнований инструктаж. Дальше самое интересное. По легенде, в результате ДТП у одного из пострадавших травма ноги, у другого – руки. На помощь пострадавшим незамедлительно приходят спасатели. Старт! Один из участников конкурса оценивает аварийную ситуацию, ведь именно от неё и зависит дальнейший план действий спасателей. Для предотвращения движения автомобиля под колёса устанавливают специальные башмаки и пирамиду. Она защитит от раскачивания транспортного средства. После открывают капот и производят обесточивание внутренней бортовой электросети транспортного средства. Далее разбивают заднее стекло москвича. Один из спасателей проникает внутрь. Он накрывает покрывалом пострадавших, чтобы их не ранили осколки от лобового и боковых стёкол. Затем спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента производят разблокировку заклиненных дверей автомобиля и демонтаж крыши. После того, как крыша автомобиля демонтирована, спасатели приступают к оказанию первой помощи пострадавшим – наложению шейного воротника и шины на руку. Затем статистов, именно так называют условно пострадавших, по очереди укладывают на носилки и извлекают из транспортного средства. За каждым действием спасателей наблюдает судейская коллегия, которая фиксирует любые нарушения, допущенные в ходе аварийно-спасательных работ. Пришли посмотреть на соревнования и студенты аграрно-экономического техникума, будущие спасатели и пожарные. Признаются, и сами не прочь поучаствовать в таких соревнованиях, но пока учатся на примере профессионалов. К слову сказать, участники и сами учатся друг у друга, ведь некоторые из них пришли в эту профессию не так давно. Среди новичков – спасатель окружной поисково-спасательной службы Мирон Нижалов. В подобных соревнованиях он участвует впервые. Не хватило, как вам сказать, практики, мне лично практики, а так моя команда, конечно, хорошо, я еще новичок, поэтому где-то что-то я неправильно делаю, не успеваю. В прошлом году первое место в соревнованиях по ликвидации последствий ДТП заняла команда Виктора Овчинникова из поисково-спасательной службы Ненецкого округа. Справившись с заданием за 8 минут, команда получила в награду кубок. В этот раз Виктор выполняет роль одного из судей. Признается, доводилось спасать людей, попавших в ДТП в реальной жизни. Было, наверное, пару раз, когда доставали женщину, это было в Новый год, года три, наверное, было назад, на резиденции вырезали, доставали. Там совсем все по-другому, там делают все конкретно аккуратно, там живые люди, тем более здесь имитация, что они ранены, а там на самом деле происходит все по-другому. Действительно, каждое ДТП индивидуально, но во время соревнований все команды находятся в равных условиях. Они должны продемонстрировать определенные умения, ведь отслажены работы команды, от их оперативности и правильности действий в реальности будет зависеть чья-то жизнь. После соревнований состоится работа над ошибками. Судейская коллегия выявляет ошибки на месте в период соревнований. Ну и после соревнований наши три команды будем собираться у меня в кабинете и уже прорабатывать, смотреть видео, выявлять ошибки и делать работу над ошибками. В этих соревнованиях по ликвидации последствий ДТП участвовало семь команд. Лучшее время – 9 минут 41 секунду – показали спасатели поисково-спасательной службы. У них первое и третье места. На втором месте – спасатели Ненецкого арктического комплексного аварийно-спасательного центра. Победители региональных соревнований представят наш округ уже на уровне северо-западом. Выезжала оттуда команда первой пожарно-спасательной части. Они заняли среди 12 команд северо-западного федерального округа. Самое наше лучшее достижение было 5-е место. В принципе, это неплохо. Почему? Потому что я тоже много раз участвовал в этих соревнованиях. И уровень у нас на северо-западном федеральном округе довольно высокий. Даже по сравнению с общероссийским. У нас команда северо-западного поисково-спасательного отряда постоянно в призерах на всероссийских соревнованиях. Или первое, или второе места постоянно занимает. Поэтому с ними конкурировать нам сложновато. Впереди у наших спасателей новые тренировки для того, чтобы войти в тройку сильнейших команд СЗФО. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Привет с Крайнего Севера! В рамках акции «Крымская весна» жители Севастополя и Симферополя получат 10 книг писателей Ненецкого округа. Литературный привет с севера получат жители Крыма. Сотрудники этнокультурного центра приготовили в подарок крымчанам более 10 книг с лучшими произведениями ненецких писателей. В культурную посылку вошли два набора книг, изданных этнокультурным центром и другими учреждениями Ненецкого округа. Здесь знаменитый сборник «Пульс современной литературы Ненецкого округа», где 34 писателя и поэта. Здесь наш бренд, журнал «Пунушка», который выходит для детей на русском и ненецком языках. И, конечно, вот такие серьезные книги, как «Тыковылка». Мы старались просто дать представление о культуре Ненецкого округа, чем тут дышат. В принципе, вот эта книга, этот сборник достаточное представление дает, как и другие. Такой же подарок теперь очень ждут и в Крыму. Вместе с литературными произведениями крымчане получат и приветственный адрес. Самая масштабная отправка была несколько лет назад, когда мы в Петербургский университет педагогический имени Герцена отправляли. Тогда у нас было издано, наверное, сотню книг, все комплекты «Пунушки». Я помню, как сейчас, на большом столе мы просто разложили это все и сами удивились, как много успели издать. «Горячий северный привет» уже сегодня отправится в Крым. Книги получат два адресата. Управление по делам молодежи в Севастополе и библиотека имени Пушкина в Симферополе. Акция проводится по инициативе Росмолодежи. Мы, жители Ненецкого автономного округа, посылаем вам в Крым горячий привет с берегов Белого, Баренцева и Карского морей. С нашей северной государственной границей. В Ненецком краеведческом музее стартовала эстафета «Года добра». Сотрудники музея решили провести благотворительные автобусные экскурсии по историческим местам и достопримечательностям города Нарьинмара. Прокатилась по увлекательному маршруту и наша съемочная группа. Улица 60-го Октября, Пирамайская, улица Ленина, улица Улучейского и целый ряд других. Алексей Каратаев, заведующий отделом истории и археологии Ненецкого краеведческого музея, знакомит участников экскурсий из комплексного центра социального обслуживания с маршрутом. Впереди увлекательное путешествие. Всего за час вся история Нарьинмара и искателей с момента рождения до настоящего времени. А еще интересные факты из жизни некогда крупнейших предприятий – лесопильного завода, столополярье, рыбокомбината, морского порта и, конечно, героическая страница округа – это обелиски и памятники. Для одной из участниц выставки – Ганны Кисляковой – это особенная страница. Я по профессии педагог, работала в школе с детьми и в то время, когда я работала, уделяли большое внимание патриотическому воспитанию. И вот все, что сегодня рассказывали, это все освежило в памяти, так приятно, прямо вот сумку задело. И все родилось в 49-м году, и поэтому город менялся на моих глазах. Вот эти все памятники, когда закладывали, всегда открывали торжественно, интересно. Знала лично участника, вот этого, не участника, хозяинного Лазаря. Он выжил из этого, гусира-комсомолец, жил напротив нас в доме. Большое спасибо организаторам, все было здорово, и ведущие замечательные. Это не первая благотворительная акция Ненинского кровеческого музея, организованная в год добра. В минувшую субботу по историческому маршруту уже прокатились постояльцы Пустозерского дома-интерната. Впереди увлекательное путешествие ждет воспитанников детского дома, учеников средней школы имени Пырерки и представителей общества инвалидов. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукеевич, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть нас вы можете также и на нашем сайте адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...